Привет, меня зовут Мусина Элина, я дизайнер интерьеров и декоратор. Сегодня мы с вами поговорим про освещение дома, но сначала не забудьте подписаться на наш канал. Здесь много полезного для стильного и уютного дома. В современном мире все чаще мы остаемся дома, и очень важно, чтобы в нем было максимально комфортно. От освещения зависит не только внешний вид помещения, но и самочувствие его обитателей. При плохом свете ваши глаза будут быстро уставать, настроение все чаще будет подавленным, возможно, даже головные боли. Яркий свет, наоборот, взбодрит вас и настроит на продуктивный лад, поэтому очень важно, чтобы освещение было продумано грамотно. Я очень рекомендую использовать минимум три световых решения вместо привычной люстры по центру комнаты. Давайте для начала разберемся, какие бывают виды освещения дома. Начнем с основного освещения. Это привычные светильники, которые располагаются на потолке. Самые популярные виды это люстра, подвесной светильник, либо точечные светильники. Лучше, если вы сделаете выключатель двухклавишным, с помощью которого можно отключить половину лампочек, чтобы регулировать яркость света в зависимости от ситуации. Также можно использовать диммер. Это такой вид выключателя, с помощью которого можно менять яркость освещения, уводя ее в ноль. Актуально для гостинных и спальных комнат. Дополнительное освещение. Это вспомогательный свет, который добавит уюта и акцентов в интерьере. С его помощью можно также зонировать комнату. В основном это торшеры, настенные бра, настольные лампы или подвесы. Этот свет можно использовать как отдельно от основного освещения, так и дополнительно, чтобы усилить яркость. Также существует декоративное освещение. Его можно менять под настроение или время года. Здесь подойдут гирлянды, которые, кстати, активно используют не только в новогодние праздники. Светящиеся надписи, электрические свечи, либо декор с подсветкой. Давайте пройдемся по особенностям освещения основных комнат. Спальня. Как правило, в спальне все чаще предпочитают делать встроенные светильники. В зоне кровати интерьер дополняют подвесами, настенными бра или настольными лампами для чтения. Тут дело только вашего вкуса. Люстра также отлично смотрится в спальне, особенно если у вас высокие потолки. При выборе люстра обращайте внимание на то, куда повернуты плафоны. Бывает, что лампочки смотрят вниз, а бывает в потолок. В последнем варианте свет в спальне не будет бить в глаза и поможет лучше настроиться на сон. Гостиная. Самое многофункциональное помещение в доме. В ней наиболее важно продумать разные световые сценарии. Основной свет – это люстра или точечные светильники. За диваном можно расположить бра или поставить напольный торшер, если вы любите читать. Вдоль стены с телевизором часто используют светодиодную подсветку. С ней очень комфортно смотреть телевизор при выключенном свете. Также атмосферно смотрятся парящие шторы. Это распространенный прием, при котором светодиодную ленту проводят вдоль окна. На кухне чаще всего делают три варианта освещения. Первый – подвес над столом. Он освещает только его и создает атмосферу уюта. Далее делаем освещение по периметру кухонной мебели. Точечные светильники над кухонным гарнитуром и подсветка дна верхних шкафов. Так освещение рабочей зоны будет наиболее равномерным. Интеллектуальное освещение Робот-пылесос, климат-контроль и смарт-часы уже стали незаменимыми атрибутами в нашей повседневной жизни. И никого не удивляют. А вот интеллектуальное освещение есть далеко не у каждого. Умными лампами можно управлять с помощью приложения, установленного на телефон. Одним касанием включать и выключать свет, менять температуру свечения и его интенсивность. Если такое освещение еще из поддержки голосовых помощников, то им можно легко управлять при помощи простых команд. Например, Алиса, включи теплый свет. Такие лампы можно программировать, назначать различные сценарии, режимы и расписания в зависимости от предпочтений. Важно помнить принцип «без света нет цвета». Освещение сильно влияет на то, как смотрятся цвета интерьера. И если вы только планируете ремонт, я рекомендую выбирать материалы, ткани и остальные фактуры при искусственном освещении. Очень важно смотреть на образцы именно при той температуре света, которая будет у вас в лампочках после ремонта. Например, желтый искажает многие оттенки. Обязательно уделяйте свету должное внимание. Он отличный помощник в создании интерьера и правильного настроения у вас дома. Пишите в комментариях, на какие темы про ремонт и интерьер нам снять в видео. Мы читаем все. Спасибо за внимание. Всем пока.